Между тем, в прошлом году в Саратовской области было совершено более 80 ДТП с участием нетрезвых водителей, свыше 40 из которых со смертельным исходом. Что думает о возвращении нулевого промилле горожане, мы узнали на саратовских улицах. То, что закон не придумывает, все к лучшему, наверное. Я считаю это правильно. Я сам водитель и против нетрезвых водителей всегда был и всегда буду. Конечно нужно. Это будет безопаснее на дорогах от таких водителей. Это введет запрет, скорее всего, на употребление безалкогольных напитков, таких как кефир, квас и так далее. Это вызовет осложнение. Квас ведь все-таки это настоящий русский напиток. Ну просто если действительно человек пил квас или кефир, то лишать его за это прав, еще и штраф 30 тысяч это слишком. Если человек бы пил бы алкоголь, то он не остановился бы на 0,16. Тот же самый кефир и другие напитки, они же составляют какую-то алкогольную промиллю, поэтому какая-то небольшая часть обязательно нужна. Алкоголь, он в любой промилле действует отрицательно на психику человека, затормаживает его движение, а тем более движение за рулем. И поэтому, конечно, 0. Нулевая промилля, ну, это слишком ужин, мне кажется. Это можно штрафовать каждого, тормозить. Зубы не почистил, у тебя 0, 1 промилля. В любом случае, это совершенно бестолковый закон. 0 промилля невозможно практически получить. 0,10, вот так, думаю, нормально будет. И все будет в стране, замечательно. А если пить вообще? В смысле, чтобы нулевая просто была? Да ну это совсем печально, и стакан пива не выпьешь. Да? Да? Продолжение следует...